Чиновники отрапортовали о готовности к курортному сезону. Одесситам и туристам обещают чистые пляжи, свободную от платных услуг зону, возможность бесплатного и, главное, безопасного отдыха на море. Без наличия медпункта на том или ином пляже, мы говорим, пляжи это не рядованные участки, а пляжи взагали, ни один паспорт пляжа, открытие паспорта пляжа подписано не будет. Уже в конце недели планируют выдать 60 таких паспортов, 48 из них – частникам. Но по информации репортера, ни на одном пляже медпункты все еще не оснащены. Подтверждают это и на местах. Его еще не сделали? Даже близко это все меняется. Сказали, вот на днях уже будет готово. А что там будет готово, пока никто ничего не знает. Не везде есть и спасатели. К примеру, на частном пляже на 10-й станции фонтана посты не оборудованы. Видимо, до официального старта курортного сезона спасение утопающих здесь в планы не входит. Муниципальных работников находим за территорией пляжа для людей с инвалидностью. Это мы спасатели с сертифицированными. У нас есть документы, которые подтверждают, что мы прошли курсы подготовки к спасанию. Беспокоит и состояние песка. На поверхности бычки – крышки, стаканчики из-под кофе. Разбросаны бутылки и пакеты. Причем наблюдается это, говорят отдыхающие, как на арендованных, так и на муниципальных пляжах по всему городу. Я считаю, что пляжи кошмарные. Их никто не намывает раз, и они грязные. Все, что чистится, это чистится абсолютно людьми, энтузиастами. Они убирают пляж только потому, что они могут там поставить топчины. В тех местах, где топчины в принципе не стоят, то там пляж, соответственно, не убирается. Кстати, топчины, которыми некоторые арендаторы из года в год заставляют почти всю территорию пляжей, уже начинают доставлять неудобства. Хотя в этом сезоне предусмотрено 40% свободной от платных услуг зоны. Если бы вы пришли сюда в субботу или в воскресенье, то вы бы увидели, что топчинами заставлено все, и лечь возле воды невозможно. Но еще не сезон, еще нету 1 июня. Начнется 1 июня, и тут тоже будет стоять топчины, мы тут тоже не ляжем. Там ставят топчины, все идут на этот пляж. Вот тем летом здесь очень много было народу. И курили, тут дети, инвалиды, они все курят, вот выпивают. Тут, понимаете, вот. Подготовить пляж для людей с инвалидностью в мэрии обещают к 1 июня. Сейчас же здесь видим закрытые на замке душевую и туалет, не хватает деревянных настилов, не готов также пандус, ведущий к воде. Сейчас это металлические каркасы, деревянные доски. Причем въезд на него снова возвышается над песком. Он будет разборной, не так, как в прошлые годы, в котором он постоянно находился в воде, и за межсезонье, в общем-то, разрушался полностью. Пандус будет изготовлен из нержавеющих материалов. На завершение всех работ и исправление недостатков до начала курортного сезона остается 10 дней. Успеют ли? Лилия Гарапашная, Владимир Уевжич, Телеканал, Репортер.